Разгуливающий по улицам Тигр, а точнее 7-месячная тигрица по имени Магда в Лобню приехала вместе с цирком. Никакой угрозы для горожан хищница не представляет, уверяет дрессировщик Вадим Конбегов. Испугаться только может. Агрессии никакой. Можете испугаться и убегать домой. Вот эта самочка, она крупная не вырастет, ну максимум 80 килограмм. То есть я имею физическую подготовку приличную, своим весом я легко ее удержу на поводке. Даже некоторые породы собак для людей более опасны, чем специально обученный тигр, считает Вадим. У меня были бульмастифы, их удержать было невозможно. Мы их одевали, мощные шлейки были, намордники, и то они перли, как на лыжах ехал за ними. Бойцовые породы, особенно крупные, они гораздо опаснее тигра. А гулять Магде нужно каждый день, причем не только по газону возле торгового центра. Такие прогулки тигру необходимы для того, чтобы привыкнуть к атмосфере города, к окружающим шумам, к людям. Это упрощает контакт между зверем и человеком. Заставить тигрицу спокойно сидеть в кузове движущегося пикапа – задача не из простых. Неустойчивое положение представители семейства кошачьих не переносят в принципе. Чтобы справиться с этой фобией, к поездкам зверя приучали с рождения. Мы брали тележки в супермаркетах, в икеи, садили туда тигренка и вот так на тележке катались с детства. Потом они вырастали, катали на любых, в общем-то, все, что движется в средствах, тачках различных. Такие изнурительные испытания вынесет далеко не каждый тигр. Это буквально набрать малыша и ни одного, 10-15 и выбирать из них буквально двух-трех, кто сможет. Это не каждый может. И потом соответствующий репетиционный такой период, подготовка. Буквально такой хищник должен жить дома, общаться среди людей, выходить на улицу, внешнюю среду, вот эту раздражительность снимать. То есть, если такого животного, которое выступает на арене в клетке, вывезти на улицу, у него охватит страх, паника, ужас, истерия буквально может начаться. Магда – представительница породы белых бенгальских тигров. Родилась в Екатеринбургском зоопарке, откуда и попала в руки к дрессировщику. По ее характеру сразу стало понятно – большую кошку ждет судьба ее младших собратьев. Всеобщая любовь и ласка, праздники, фотосессии и киносъемки. В цирковой программе Магда участия не принимает. Для выступления под куполом Шапито требуется совсем другое воспитание. Такие животные, как правило, с внешней средой контактов не имеют. Их выпускают в вольеры, гуляют, содержат обособлено и репетируют в манеже, в заграждении в клетке. То есть, без поводков. То есть, все идет на, скажем, доверие. И этот процесс, естественно, занимает более долгий период. Потому что надо животному, суровому хищнику, объяснить, где его позиция во время аттракциона, каково место, последовательность выполнения трюков. Каждый зверь должен без определенного сигнала не сходить с места и не идти на трюк. Для участия в представлении Вадим Конбегов дрессирует сразу 16 тигров, 8 львов и 4 лигров, гибридов, тигрицы и льва. Больше всего времени, до 5 часов в день, уделять приходится контактным зверям, в том числе играть с ними. Тигры в игре, они же друг друга кусают постоянно, тягают за шиворот. И чтобы тигра адаптировать, допустим, на засовываешь руку в пасть, она начинает ее жевать, даже регулируешь степень сжатия вот этих клыков. И вот эти хищники, с кем общаешься, они уже знают, до какой поры можно сжимать, а до которой же нельзя. Потому что болевой порог у человека и тигра, он разный. Если он будет как своего собрата хватать, это будет очень болезненно и неприятно. Поэтому тут тоже все отрабатывается и репетируется. Вот в чем дело. Но как и у любой кошки, главное оружие тигра – его когти. Поэтому никакой намордник от разозленного или испуганного хищника защитить не сможет. А чтобы у животного не было лишних поводов нападать на людей, их нужно хорошо кормить. Ежедневно каждый тигр съедает до 7 килограммов мяса. Но это только малая часть звериного рациона. Мясо, курица, говядина, конина, молоко, овощей очень много добавить. Трав, вот травы рвем, вот эти моем, промываем для чистки желудка надо. И очень много минеральных, прорушенная пшеница. Да там куча всего. Впрочем, представлять опасность могут и сытые звери. В этом за 23 года работы дрессировщиком Вадим не раз убеждался на собственном опыте. Мне и уши пришивали, у меня и руки подранные, и ноги, и бедра, и живот. У меня был случай, когда мне в Ярославле сразу группа львов завалила. Как львы атакуют, и как грамотно атакуют, идут три льва, вот так этот посередине отстает. Два прыгают одновременно, каждый цепляется в обе руки. Тебя вяжут, и тогда третий лев хватает тебя за ноги, тебя несут, вот так прыгают, другие рвут. То есть четко спланированная атака, как в спецназе. То есть тут надо быть вообще вот так. И не только тебе, и человек, который стоит на страховке, это очень серьезные животные. Страховка – ключевое правило и при выводе животных за пределы цирка. У меня есть все время один-два ассистента. Если где-то рядом, один ассистент на страховке. Если выезжаем в город, это три-четыре. То есть мы блокируем людей. Обычно лезут наши, ну скажем, не совсем воспитанные, организованные люди. Лезут им, говоришь, стойте, ну тяжело. Это тоже надо учитывать при подготовке хищника, что люди у нас более, скажем, неорганизованы, нежели хищники. И в любую минуту они адекватно могут не тигр себе, а люди повезти наши. Интересно, что увидев резвящегося на газоне тигра, люди первым делом хватаются за свои телефоны и фотоаппараты. Самые смелые даже пытаются сделать с хищником селфи. Да иногда так настойчиво, что дрессировщикам приходится буквально защищать зверя от людей, а не наоборот. Никита Панин, Алексей Жуков, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня».